К сожалению, это правовая небрежность со стороны Народного Собрания и прежде всего председателя Народного Собрания, который на определенном этапе, почувствовав безграничную власть, подумал, что закон это он. И поэтому, игнорируя процедурные нормы, принимаются решения, которые впоследствии оспариваются и отменяются. То есть принятие нормативного акта – это не только суть самого нормативного акта, что он привносит, но и как он принимается, как он рассматривается, какие этапы проходят. Когда президиум собирается по звонку, когда повестка заседания, повестка президиума заблаговеренно не публикуется, не информируются депутаты, не информируется общественность. Когда процедурно происходят нарушения уже при рассмотрении вопросов, голосовании, подписании документов, все это, к сожалению, накапливается и дает почву для тех органов, которые имеют право санкционировать принятие таких документов, отменять их. И поэтому очень много процедурных вопросов, нарушений, которые связаны с тем, что представитель Народного собрания перестал советоваться, перестал соблюдать действующие нормы регламента. И это приводит к тому, что отменяются нормативные акты, на которые тратится энергия, силы и на принятие, и потом на защиту судебной инстанции. То есть ресурсы уходят впустую. Продолжение следует...